Давайте бутерброд с икру, это святое, гренки, икра, зелень, масло. Мы же в конце концов в ресторане, где спорят. Да, мы можем спорить в ресторане, в галстуках одели. Где, кстати, мы... Максим, достаньте, пожалуйста, фольгу. А, или Александр, она у вас. Да, конечно. Да, конечно, конечно. Я сейчас застегну. Я просто не вижу, что мои друзья и коллеги и джентльмены в галстуках, поэтому я немножко растерялся, что красный экран нам достойно. Нет, хорошо. Вот, вот, у нас сейчас будет галстук. Вы можете, кстати, снимать хендмейт, Максим. Давай. Тогда я дену пиджак, я не в пиджаке. Для того, чтобы приготовить галстук из фольги. Кстати, мой первый пиджак. Нам потребуется... Фольга алюминиевая. Ну, приблизительно полметра. А... Первое, что мы делаем, первые два важных шага. Нам нужно найти общую прямую, да? Марину. Мы складываем ее вот перпендикулярно. Три водочки, три по пятьдесят или как? Три по пятьдесят и три бутерброда с икрой. Дальше. Дальше мы формируем основной угол, который будем именовать домоклов-угол. Это как домоклов-меч, это постоянная угроза, которая висит над тобой. Вот. Мы формируем угол. Угол поля. Где-то шестьдесят градусов. Угол поля это про другой пьес. Простите, извините, я не хотел. Вот. Я все-таки пока еще не работаю с Акинтошем, поэтому давайте будем солидарны. Вот. Я полностью с вами солидарен. Мы формируем угол в шестьдесят градусов. Теперь мы формируем основное тело галстука, да? Это как у каждого коктейля. Есть тело, есть душа и есть все-таки остаточки вот этих, да? Которые мы пытаемся не чувствовать, но горечь она дает себе знать. Душ. Как мы отмеряем душ нашего галстука? Мы отмеряем еще один перпендикулятор. Вот. Чтобы нам не ошибиться в пропорциях, вот каждый угол этого великолепного творения будет душой. Распрямляем наше великолепное детище и складываем его ровно вот в этих уголках, которые мы отмечили заранее. Вот так приблизительно это будет. Вот. С другой стороны делаем то же самое. Можно, конечно, пользоваться электрической сваркой, но я не рекомендую, потому что фольга это все-таки нежный материал. Стол может прожечь. Шухов не пользовался и мы не будем. Нет, мы не такие. А мы не Шухов. Вот. И, собственно, формируем тело галстука. Простите, пожалуйста, или я что-то у вас любит. Это не страшно, Александр, я все равно громко говорю, поэтому вы можете даже не поверить. Я просто предвкушаю то удовольствие, которое мы сейчас получим. От водки? Не просто от водки. Чтобы перебить ароматы шипра. Да, кстати, шипр будет жить во мне. Долго еще у нас всех. Вот. А мы формируем тело галстука, переворачиваем, чтобы вот матовой части не было видно совершенно. Мы заворачиваем его еще на рост. Можно, чтобы было матовая часть не было видно? Конечно, Александр. Это основной как бы постулат. Да. Это еще мастера, которые учили меня галстучному делу из фольги. Шуховская школа. Да, они мне говорили, вот. Главное, чтобы матовая часть не было видно. Какая красота, какая красота, элегантная галстучина. Можно и в люди выйти, и в театр, и на выставках. Можно даже нафиг выйти. Да, и в ресторан Русь водочку заказать в таком галстуке можно. На секундочку с красной икорочкой. Между прочим, у нас прекрасная... Вот, и теперь все это великолепие крепится вот путем перегибания галстука в любом месте, как вам удобно, по фасону, по животу. Вот, застегиваем рубашку и, собственно, начинаем одевать. Музыка как бы, соответствующая, поэтому... Вот, и сейчас я из безвкусной деревенщины, превращаюсь буквально вот в лорда, который... Петушковского. Петушковского. Петушиного лорда, который может себе позволить выпить водочки и закусить все это бутербродом с икрой. Браво, браво, браво.